Марина Фёдорова одна из самых перспективных художниц Санкт-Петербурга. Зритель знает и любит её реалистичные картины, навеянные фэшн-индустрией и голливудскими фильмами. В новом проекте жизни современного мегаполиса сменяют космические пространства. Три года работы, и художница вышла за пределы Земли. Космос для меня это как квинтэссенция патриотизма, потому что наши достижения в космосе были самыми первыми и очень значимыми. И то чувство гордости, которое охватывало людей в этот момент, оно было тоже потрясающим. Я как раз и хотела немножко, чтобы люди вспомнили об этом чувстве, потому что сейчас космос опять летает в воздухе. То есть ощущение, что мы в предчувствии каких-то новых свершений, новых открытий космических, может быть, космического туризма. В космосе героини, кажется, чувствуют себя как дома, им даже не нужны скафандры. В работе «Космическая стирка» художница иронично обыграла образ Белоснежки, которая ждёт космических гномов. А героиня этой картины уже обрела нового неземного друга. Такая она, встреча цивилизаций. А вот эта девушка опоздала на ракету и теперь, вероятно, останется жить на Луне. На создание этой скульптуры ушло более полугода. В выставочном проекте не только серия живописных полотен и скульптур, но ещё и разработана дополненная реальность. Открываем специальное приложение «Космо Дримс», нажимаем «Старт» и картина буквально оживает на ваших глазах. Диджитал-арт – это расширение границ. Мобильное приложение и видеопроекция переносят из залов эр-арта в виртуальный музей художницы. Посетители на выставке должны были бы использовать специальные VR-очки, но из-за санитарных требований будут смотреть на экран своими глазами. Марина создала целое космическое пространство с ракетами, станциями и художественной галереей. Как тебе такое, Илон Маск? Идея возникла, можно сказать, накануне пандемии, когда всё стало закрываться. Но уже идя дальше, я разработала действительно целый музей. Входь до плана, до комнат, до расположения, где у нас вход. И потом создалась красивая история, что этот музей находится на Луне. Это остатки большой цивилизации. Космический музей будет продолжать жить и после выставки в эр-арте, как и героини картин Марины. И ждёт большое будущее – выставка в Москве, а позже – освоение Азии. Вот так мечты становятся реальностью, какими космическими бы они ни были.